На Байкале охраняется всё. Не охраняются только местные жители. Жители стали получать письма, что они должны за свой счёт разобрать свои строения, свои дома и уезжать. Мы находимся в посёлке Хужир, который никогда не входил в национальный парк. Большая часть объектов там жителей живут, точно не местные. У вас нет другого жилья? Нету. 13 лет без электричества. Часто приезжаете сюда с такими пикничками? Ну что делать, воровать только? Добраконервничать, а что делать? А арестовали вас? Объясните, почему? И вот эти 6 миллионов кубов выбросятся в Байкал. Путин дал поручение эту дорогу построить. Благодарю всех за личное мужество. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Там сейчас сформируется такой глухой протест. Я лично сам уверен, что есть определённо заинтересованные лица. Что здесь вообще происходит? КОНЕЦ Привет, друзья! Мы на Байкале. Одном из тех мест в России, про которые никому не нужно дополнительно разъяснять, что это и где это. В этом году довольно неожиданно для себя Байкал стал столицей российского внутреннего туризма. Ну, может, одним из трёх его важнейших направлений после Петербурга и Сочи. Понятно, почему это происходит. Границы закрыты. Вот только что в очередной раз закрылась Турция. Понятно, что этим летом, в этом туристическом сезоне, огромное количество людей будет путешествовать по России и поедет сюда на Байкал. Да уже, кстати, прошлой зимой здесь все отели были полностью разобраны. Было совершенно здесь не протолкнуться. И именно сейчас, не очень заметно для туристических глаз, здесь на Байкале разворачивается яростный конфликт. Очень многие местные отели, турбазы и просто жители стали получать письма из Росимущества, из прокуратуры, повестки в суд с информацией о том, что они здесь находятся незаконно, что они должны за свой счёт разобрать свои строения, свои дома и уезжать. А здесь национальный парк. И всё это происходит так массово, так решительно и так быстро, что все местные жители уверены, что на Байкале происходит глобальный передел, что сейчас сюда зайдёт какая-то серьёзная корпорация или серьёзный человек, всё здесь скупит или, может быть, уже что-то скупил и начнёт преследовать свои интересы. Что это за интересы? О ком может идти речь? Что здесь вообще происходит? Мы решили приехать и посмотреть не только на эти прекрасные, тихие, пока ещё скованные льдом воды, но и на то, фигурально выражаясь, что происходит под ними. Основной турпоток идёт вот по этой дороге? Да. У нас, получается, есть две точки протяжения на Байкале – это Листвянка, потому что она находится в 70 километрах от Иркутска. Те, кто сюда приезжают… Самая ближняя точка. Очень туда едут, потом расстраиваются и езжают на Альхон. И да, вот это соответственно. А почему Альхон стал таким центром туризма? Это вообще тоже загадка. Я думаю, это всё-таки связано с блогерством и фотографиями, в принципе. Потому что очень много людей, кто приезжали на Байкал, ехали именно туда и просто снимали и выкладывали снимки. Ну а у тебя как-то визуально, типа, вижу Эйфелеву башню, хочу попасть на Эйфелеву башню. И то же самое было с этой скалой-шаманкой, которую все постоянно постили, что типа вот, посмотрите, какая красота. Ну и это действительно очень красиво. А ведь в 2020 году из-за карантина тут полностью поменялся туристический поток, да? Скажем так, мы потеряли 48% по статистике от агентства по туризму от турпотока прошлого года. Ну то есть у нас было там миллион семьсот, в этом году было шестьсот с чем-то. Потому что ездили китайцы, да? Да, да. Было очень много китайских туристов. Вообще подсчёт туристов на Байкале сделать довольно сложно. Потому что, ну а как ты его подсчитаешь? По количеству заселённых людей в гостинице? Ну это единственный, наверное, способ. Да, ещё есть система подсчёта по тому, кто посетил национальный парк. За въезд в национальный парк вы же берёте плату. У нас 50 рублей для граждан Иркутской области и 100 рублей для приезжающих всех остальных. Все платят? Ну в большей степени да. Если берём в разрез, у нас вот в том году около 400 протоколов за нарушение режима было составлено. Но идёт всё равно тенденция к снижению. Вот в этом году ввели электронную систему учёта посетителей. Плюс какой? Это Байкальская природная территория. Есть антропогенная нагрузка. И мы должны соблюдать, что у нас там 16 маршрутов, что по данному маршруту пойдёт 10 человек. Как их отследить? Электронная система. Они иногда принимают действительно какие-то странные решения, типа, а давайте у нас выезд на лёд будет платным. Ну, ну почему? Ну, как бы официально мы вообще не можем находиться на льду, потому что это небезопасно. И для того, чтобы находиться на льду, нужно, чтобы МЧС тебе выдал на это разрешение. Но, ну, как бы, вот они почему-то сделали этот выезд на лёд платным. При том, что если ты едешь по переправе по ледовой, то это бесплатно. Если ты выходишь с переправы, то это территория нацпарка, это платно. Ну, как бы у всех вот такие вот глаза. Это что? Это как? Это почему? В этом году, кстати, они отменили эту историю. Никто не платил за выход на лёд. Никтос, а на завтра сценарий согласован? Какой сценарий? Ну, сценарий завтрашней интеграции, которую мы снимать будем. Я уже договорился со всеми, ты не помнишь? Ну, завтра съёмка Ньюз. Это я помню. Подожди, после Ньюз мы снимаем рекламу. Вот ты мне ещё вчера прислал сценарий, и я тебе сказал отправлять его на согласование, чтобы мы уже снимать могли. Вчера я тебе прислал расшифровки. Их я отправил. Сценарий ты сам говорил, что напишешь. Всё, что происходит там, зависит от того, что происходит здесь. Однако контролировать всё невозможно. А ставки высоки. Если кто-то один облажается, то встанет весь конвейер. Чтобы этого избежать, я вам рекомендую удобный сервис для бизнеса – Bittrex24. С ним все ваши проекты и текущие задачи станут прозрачными и контролируемыми. Переведите туда всех сотрудников и работайте вместе в едином пространстве. Создать задачу, назначить ответственных, установить дедлайн. Проще простого. А дальше можно отслеживать, на каком этапе находится тот или иной проект. Если кому-то нужна помощь – делегировать задачи. Наглядно видеть загруженность как отдельно взятого сотрудника, так и целого отдела. В Bittrex24 есть всё, что нужно. Чаты и видеозвонки, файлообменник и календарь. Быть на связи 24 на 7 легко с помощью мобильного приложения. А самое главное, что всё это абсолютно бесплатно. Навсегда и для любого числа сотрудников. Если задача поставлена в Bittrex24, она точно будет сделана. Попробуйте по ссылке в описании. Так, Славян, концепт согласовали, через час отправлю сценарий. На завтра у нас получаются две съёмки. Одна в очередь, другая выездная. Операторы в курсе, монтаж будет готов к вечеру. Ничего не забыл? Вроде нет. Теперь ещё рекламу отсняли. Обеденный перерыв через 15 минут, Никитос. Про это не забуду. У меня как раз уведомление пришло. Вот эта штука называется хивус. Оно таких ещё ни разу не ездило. Сейчас первый раз поёт. Круто. Я же вертолётчик, а это практически как вертолёт. Благодарю всех за личное мужество. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 2006 году перевёз хивусы и в 2006 году переправу эту открыл. До этого? Месяц лишний. Январь до начала февраля и середины марта до середины, до конца апреля, до того, как пойдут паромы. Остров был без связи с материком совершенно. То есть люди рисковали, шли, толкали перед собой лодки отдыхные, доску под мышкой, несчастный случай, полный набор. Работы сейчас меньше у вас, чем обычно в этом ряду? Лично у меня нет. У меня столько же, как в прошлом году. Поток переориентировался, понятно, что за рубеж выезжать невозможно, поэтому едут на Байкал. В какую сумму туристу обходится неделя отдыха на Байкале? Я лично в этом году организовывала меня. Два министра обратились. Обратились люди по вопросу организации. Одним отдыхом он обходился. Получается, у них ВИП-отдых был, и он обходился им в четыре дня в 360 тысяч рублей. Четыре дня на Байкале, на острове Ольхон, один день в Иркутске. Это, наверное, не самый распространённый случай. Это не самый распространённый случай. В основном это получается... 5-7 тысяч в сутки стоит проживание. Плюс питание где-то столько же, наверное, в день. Плюс экскурсия. Экскурсия стоит групповая на 8 человек 25-30 тысяч рублей. Здесь отель «Порт Ольхон». А это Виктор Кондрашов. Вы же были мэром Иркутска, правильно? Был грех, опыт и набирался. Расскажите, как вы решили войти в гостиничный бизнес? Я увидел разрушенный завод. И меня почему-то напомнило флакон в Москве, где у меня дочь работала. Да, есть такое место. Да, я подумал, что можно сделать что-то подобное здесь. Для того, чтобы задать стандарты. Потому что меня не устраивало все, что происходит вокруг в части быта, сервиса, обслуживания и так далее. Какая у вас цена для витрины? 10. 10 за сутки? Да. И отель при этом заполнялся в сезон с такой ценой? Неудовлетворенных заявок, пациентов 30. Спрос превышает предложение. Спрос превышает предложение? Да, совершенно. А кто ехал в основном из Иркутской области? Нет, на сегодняшний день это Россия, чаще это Москва. Вот так выглядит хужирский, ольхонский частный сектор. Вот дом хозяйки. Капитолина Николаевна её зовут? Летние домики мы вот сдаём. Сдаёте? А сколько стоит, если не секрет, снять такую комнату? Ну, кому бесплатно, кому 500 рублей. А, серьёзно? 800. 500-800 рублей – это в сезон? Так мало? В сутки. В сутки. Так, вот здесь столовая, значит, там газ, чайники электрические. А удобство там во дворе? Так, удобство во дворе, но в некоторых домах будет уже и в доме. Сколько вы вложили сюда, если не секрет? Около 300. 300 тысяч долларов? Миллионов. 300 миллионов рублей. И какой у вас был бизнес-план? За сколько это должно было отбиться? При идеальной ситуации 4,5-5 лет. Но дальше начались проблемы? Ну, теперь всё, теперь уже даже не просчитывается период. Вы теперь в нацпарке? И, соответственно, вообще всё незаконно? Любая деятельность в нацпарке незаконна. Каким образом эта территория оказалась в нацпарке? В какой момент? Нацпарк зарегистрировал зону. Не на кадастр поставил, а зарегистрировал зону нацпарка. То есть камерально так вот начертили. Это всё нацпарк. Я не знаю почему, но Росреестр зарегистрировал именно зону. Чтобы поместить вас в контекст событий, я оставляю в стороне массу деталей и подробностей, только самое важное. Природный национальный парк появляется здесь, на Байкале, ещё в 1986 году по постановлению Совета Министров, тогда ещё РСФСР. Очерчены границы этого парка. Где-то они более ясные, где-то они более размытые. Но суть в том, что с границами поселений, которых множество по берегам Байкала, они не совпадают. Парк как бы рядом и вокруг. И эта ситуация сохраняется долгие годы после. Понятно, что в 90-е тут вообще, как вы понимаете, не до природы охраны, процветает такой дикий туризм. По берегам палатки, машины приезжают, куча мусора валяются. Потом по мере того, как страна богатеет, люди накапливают жирок, бизнес становится таким более ответственным. Начинают вывозить мусор, начинают строить качественные отели. В середине десятых годов этот процесс очень быстро ускоряется. Появляется Байкальская природоохранная прокуратура. Она довольно быстро разворачивает активность. Начинает рассылать те самые письма, о которых я говорил в начале. Начинает предъявлять претензии и предприятиям, и юрлицам, и просто жителям, о том, что они здесь незаконно или неправильно хозяйствуют. Что является основанием? То, что они находятся на территории национального парка. Подождите, говорят жители. Как на территории национального парка? Вот же карты 1986 года. Мы на территории поселений. Мы строили отели, развивали частный бизнес туристический в основном. Как национальный парк? Оказывается, что в 17-18 годах национальный парк поставил свою территорию на кадастровый учёт, и выяснилось, что эта территория намного больше, чем то, что было обозначено в 1986 году. И теперь территория национального парка включает в себя многочисленные муниципальные образования. И таким образом парк может заявлять о том, что люди и предприятия находятся на территории парка незаконно. А то, что люди получали раньше свидетельство о праве собственности на землю, свидетельство о собственности на жилище. Ну так они, наверное, были неправильно выданы. Кто их выдавал? Не знаем. Ошибка. Мы находимся в гостиничном комплексе «Байкалов-Острог» на самом берегу Байкала. Который закрыт по… – Который закрыт по решению суда по иску природоохранной прокуратуры. – Тут до Байкала метров, наверное… – Пятьдесят. – Пятьдесят. Это разве не водоохранная зона? – Водоохранная зона. – А в ней можно что-то строить? – Да, конечно. Ну, начнём с того, что до 2015 года водоохранной зоны на Байкале не было. Не было вообще. – Так. – Это первое. Но… И мы построили, конечно, до того, как ввели водоохранную зону. А закон, как известно, обратной силы не имеет. В водоохранной зоне, пожалуйста, строить можно. Но в водоохранной зоне нужно выполнить определённые мероприятия. И первое, и главное из них – это строительство очистных сооружений. – То есть эти… – Локальных очистных сооружений. Это пункт 16 Водного кодекса. – Эти требования вы выполнили? – Кстати, всё это выполнено, да. У нас у самых первых на острове, может быть, даже на всём Малом море, были установлены очистные сооружения. Это довольно серьёзная технологическая вещь, которая включает в себя массу компрессоров японских и так далее. – Сколько стоит такая будка? – Каждое очистное сооружение сейчас стоит порядка… Само очистное сооружение на заводе больше 700 тысяч. 2760, что ли, я сейчас точно не помню. Ну а с установкой совсем-совсем это стоит порядка полтора миллиона. – И сколько их тут таких? – Их пять штук. Я знаю, что у вас было много судов. Вы дошли до Москвы, до Верховного суда. Но Верховный суд не стал рассматривать. Судебное решение вступило в законную силу. – А судебное решение о том, что вы должны всё это разобрать за свой счёт? – Мы должны снести 39 сооружений здесь. – Так, а почему вы не сносите? – Мы считаем, что это несправедливое решение. Мы считаем, что мы не находимся в национальном парке. Мы находимся в посёлке Хужир, который никогда не входил в национальный парк. Вопрос этот окончательно не решён. – Если они по решению суда будут признаны незаконны, и суд скажет, что да, их необходимо снести, значит, их надо будет сносить. Кто-нибудь делал разрез, сколько местных жителей, объектов находятся на территории, которые, если пойдут под снос, сколько? 1%? 0,5%? 0,01%? Вот кто-нибудь делал? Я вам могу сказать, что там большая часть объектов, там жители живут точно не местные. И живут они, поверьте мне, получше нас вместе взятых. И ездят на очень дорогих машинах. И живут в очень хороших местах. И даже большая часть не в Иркутске. Это полный бред, потому что я не юридическое лицо, я физическое лицо. И таких, как я, это же не один дом мой. И не только ко мне иски пришли, а на целое поселение пришли. – А где вы живёте? – Ольхонский район, местность Заворотная. Полностью отнимают землю у всех. Значит, пришли иски, и уже они все проиграли. Часть из них даже проиграла в апелляционных судах уже. Продолжаю делиться с вами интересными новостями из мира экономики, бизнеса и финансов. Вот, например, в Китае придумали деньги со сроком годности. Уже несколько лет Народный банк КНР работает над запуском национальной криптовалюты – цифрового юаня. Уже в нескольких городах им пользуются в тестовом режиме. Но теперь власти предложили функцию срока годности, то есть возможности выключать цифровые юани и включать их, когда экономике это будет выгодно. Например, в периоды рецессии. Вот вроде бы хорошая новость про современные технологии, но опять про старые. Лишь бы всё контролировать. А вот ещё новость про будущее, и она однозначно хорошая, с какой стороны не взглянуть. Альфа-банк придумал поистине революционный продукт. Зарплата каждый день. С этой услугой вы сможете получать деньги в любой момент, когда вам это наиболее важно. При этом для вашего работодателя ничего не изменится. Больше не нужно брать кредиты или микрозаймы, думать, как протянуть до аванса. Это ваши деньги, честно заработанные, только выданные не в день, когда удобна бухгалтерия, а в день, когда удобно вам. Подключить услугу можно абсолютно бесплатно, а первые 50 компаний, которые подключат к услуге от 10 сотрудников, ещё и гарантированно получат по 10 тысяч рублей. Предложите своему боссу перейти на Альфа-банк. Подробности ищите по ссылке в описании. Это окраина Хужира, самого большого населённого пункта на Альфоне. Понятное дело, что многие из этих домов целиком или покомнатно сдаются туристам, которые приезжают сюда в сезон. Вообще многие здесь жители, если не все, так или иначе живут туризмом. И интересно, что эти предписания Росимущества, прокуратуры не только предпринимателям рассылаются, не только отелям и турбазам, но и частным лицам, обычным жителям, которые часто живут здесь на Альфоне не годами, а десятилетиями. И во многих случаях этим людям, мягко говоря, некуда идти отсюда. Сколько вы тут живёте в Хужире? С 12 лет. Сейчас лучше в Хужире, чем в 50-е? Но не дают никак пожить путём. Сейчас, конечно, лучше. Но ходят маршруты, жить прекрасно стало. Если не ленишься. Мы боимся, но куда меня сейчас выгонят? Куда я пойду? Я сейчас живу здесь в Хужире, а дети у меня живут в песчанке, потому что у отца там дом, который я получила по наследству. И что, к этому дому сейчас есть претензии? Да, есть претензии, очень серьёзные претензии к этому дому. И не только к моему дому. 11 жителей нашей посёлки Песчанки получили иски о самозахвате земли и самострой домов. Это посёлок Песчанка. Песчаная. Песчаная. А почему Песчанкой все называют? Вообще Песчанкой, ну, просто в упрощённом виде. Это у нас замечательная баня. На самом деле замечательная баня. Вот эта вот. Водопровод. А откуда у вас вода тут? С Байкала. А как это так? Труба идёт? Ну, берёшь вот так вот с вёдра. А, сюда наливать? То есть тут предельно просто всё, так сказать, максимально экологично. Максимально экологично. Здесь, главное, что сделать, здесь по-другому ничего пока невозможно. Можно было бы, было бы электричество, можно было бы совершенно спокойно поставить, чтобы ни выхлопов никаких не было, ничего. А это вы рубите, топите дровами, да? Да, конечно. Топим дровами. Телевизор по вечерам смотрите или это интернет у вас? Телевизор? Нет. Здесь нету связи-то практически. А как, если позвонить срочно? Ну, вот в одном месте берёт самый маленький телефон Nokia или Samsung, самый допотопный. Он берёт? Да, он берёт. А такие навороченные, они… Не берут. Ну, ничего особенного, вот живём вот так вот. Это дом моей мамы. А вон тот деревянный, который сруб, рубленный, это мой. И вы получили предписание о том, что это всё незаконно? Мы получили исковые заявления. От прокуратуры? Нет, от Росимущества. Вот этот тот самый документ, исковое заявление от имени Росимущества. А вы, Валерий Петрович Войкин, да? Да. Прошу суд признать недействительный договор купли-продажи земельного участка, истребовать из чужого незаконного владения, признать самовольной постройкой, обязать Войкина Валерия Петровича за счёт собственных денежных средств произвести снос дома, взыскать в пользу Российской Федерации неустойку в случае неисполнения судебного решения с начислением одной тысячи рублей за каждый календарный день неисполнению судебного акта. Ну, то есть тут как варвары. Не знаю, в каком столетии это вот так было, понимаете? Вот простой житель живёт, ничего не знает, да? Вроде всё законно оформляет, то, что вот все эти документы, что требуется, то и оформляем, да? Прокуратура сделала проверку, как они сказали, камеральную, привет, 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 камеральную проверку, то есть они посмотрели на карте, решили, что территория посёлка – это национальный парк, мы построили здесь незаконно. Ну, вот эти вот два дома, они были поставлены в 60-м году. Ну, напоминаю, парк в 86-м. Ещё начиная с перестройки, когда не было денег, до периферии в правительстве дела не было, махнули рукой – выживайте как угодно. Ну, выжили, и теперь оказалось, что нарушения имеются. Выжили неправильно? Да, выжили неправильно. Значит, с другой стороны, нужно всё-таки свои хотелки как-то вставить в рамки, ограничивать, понимать, что возможно, что невозможно. Здесь местные жители, полагаю, тоже не совсем правы. Не всё возможно. Что невозможного говорить местные жители, не правы в чём? Есть привычки. Говорят, апеллируют наши деды. Вот у нас так всегда было. Но жизнь меняется, и то, что можно было раньше, невозможно сегодня. Счастье, природоохрана и так далее. То есть наши деды так строили, и мы так тоже хотим. Да, и мы так тоже хотим. В Америке есть такой пример. Это большие, там какие-то озёра американские, и там решили озеро, где были поселения местных жителей, государство решило сделать национальный парк. Оно что сделало? Оно выкупило у местных жителей, и просто выкупило эти дома, там территории, и сделал национальный парк. Это есть, это реально есть. Мы говорим, ну хорошо, если вы считаете, что каким-то образом надо нас выселить, как местные жители, но купите у нас эти дома, мы поедем в какое-то другое место. Здесь чисто русский вариант, что нам говорят, никто выкупать у вас не будет. Значит, администрация 30 лет назад, 30 лет назад, в 91-м году, не имела права вам выдавать землю. А с домом что вы должны сделать? А дом должны за свой счёт, ну, во-первых, сделать проект сноса дома, а потом этот дом должны взять, разобрать, и за свой счёт это всё сделать, и покинуть территорию. То есть вы должны ещё за свой счёт всё это разрушить? Да. Вот Ревякин Николай Михайлович, это мой отец. Серьёзно? Это ваш отец? Почему я приехала работать сюда, чтобы этот музей просто не пропал, не потерялся. А он был первый директор музея? Он был создатель музея, школьный учитель. А школа вода, да? Школа вода, да. Мы приехали сюда в 1944 году. 1944 год, я это не помню. Было маленькое. Как ехали, чего? Вот он был назначен директором школы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рекомендую вам раздеваться здесь. Мы не будем. А почему у вас в марте выключается отопление? У нас не выключается, в принципе, не предусмотрено в зале, в котором вы сейчас будете общаться. Это пристрой сделали американцы. Американцы? Американцы, да. Дело в том, что на культуру никогда средств не было. Так, так. И бесполезно. Даже вот Николай Михайлович Ревякин, мой отец, ходили в походы с ребятами, собрали материал для создания музея. А музей-то негде поместить экспонатете. Вот тут в Краеведческом музее важная часть истории Ольхона. Он до того, как стал жить туризмом, он жил рыболовством. Здесь был маломорский завод. Именно так произносится маломорский. Вот тут стенд, посвященный его истории. А здесь образцы продукции. И будете смеяться, я по своему детству помню некоторые даже из тех консервов. Вот хариус я точно помню. Большинство из вас, конечно, нет. Зато, может быть, вы застали вот это аромаки братские пресервы. Или аромаки разгуляй. Несмотря на то, что написано братские, делалось всё здесь, на Олихоне. Пришла перестройка. Всё рухнуло. Рывзавода нет, совхоза нет. Как людям выживать? Ловить рыбу запретили. Так, браконьерство запрещено. А тут народ потянулся. Свет нам отключили, электричество. 13 лет на Ольхоне не было электричества. Почему? Мы как бы... Перестройка. Дизельное топливо стоило копейки. А тут цены-то поднялись. Всё. 13 лет без электричества. Вы 13 лет были без электричества? Без электричества. Представьте, мы окунулись в какие времена? В неолит, наверное, да? Или стиральная машина у людей. Были телевизоры, холодильники. Как же вы жили без электричества? Мы опять стирать на доске. Мясо нам не сохранить, ни кусочек масла, ничего. Жара летом. А тут, значит, турист пошёл. А почему именно Ольхон стал центром туризма на Байкале? Что здесь такого? Вы на Ольхоне всё можете увидеть. И пустыню, и равнину, и горы, и леса, и степи. Всё, что хотите. И морское побережье, и барханы, и дюны. Всё, что хотите. Сюда часто приезжают из соседних регионов, в частности, с Красноярска, с Новосибирской области. Едут на машинах, потому что тысяча километров не такая большая дистанция с Москвы, наверное, тяжело. Хотя приезжают из Крыма, очень много сюда едут. Из Крыма? Да, да, очень популярная тема – приехать из Крыма на Байкал с палатками или с автодомами. В последнее время часто стало видеть именно автодома. И они приезжают таким диким туризмом заниматься. А экстремального отдыха здесь много? Самые популярные из экстремальных видов отдыха – это дайвинг. Потом ещё из экстремальных видов просто фридайвинг, когда ты подо льдом, они любят очень плавать, вырвать эти проруби, нырнуть, проплыть какой-то километр, поставить мировой рекорд по заплыву. Вот они и в этом году ставили. Переплывать Байкал тоже любят. Летом, естественно, не зимой. Дрифт по льду я знаю весь зимой. Популярная тема. Дрифт по льду, да, причём дрифтуют не только те, кто умеет и просто выехать на своей машине. А тут совсем недавно был видос, как Урал утонул. Часто такое? Да, конечно. Это в конце каждого сезона происходит? Да не в конце, в начале, в середине, в конце. В этом году из-за того, что у нас практически каждый день были землетрясения, вообще ежегодно на Байкале проходит около 2000 землетрясений. Да-да, 2000 землетрясений за 360 дней. Всё нормально. И из-за того, что постоянно трясёт, лёд формируется неравномерно. А в этом году была супер-аномальная вообще ситуация. И очень много лёд трескался. Ну, а он, получается, трескается, застывает. И ты вроде бы едешь, тебе кажется, что всё, ок, ты сейчас проедешь. А на деле там, ну, как бы вот здесь толщина такая льда, а он недавно разошёлся, и там вот такая. Машина заезжает и проваливается. Это Тажиранские степи. Такая большая довольно территория перед переправой на Ольхон. Это действительно степи с большими сопками, красивыми скалами, пещерами и наскальными рисунками. Наскальными рисунками? Да. На самом деле здесь очень много наскальных рисунков. Есть даже крепости времён Курыкан. Ну, прям такие кладки каменистые, которые можно тоже встретить здесь. Ты сравнивала вообще эти места с Ликийской тропой, знаменитой на юге Турции. Да, считается, ну, и те, кто ездят в Турцию и ходят сюда у нас, говорят, что вот эта тропа, большая байкальская тропа, которая сейчас идёт из Листвянки до Бугульдейки, ну, это такой довольно приличный отрезок вдоль Байкала, да, он действительно похож на Ликийскую тропу. Листвянка находится в части езды от Иркутска, и это самая близкая точка встречи с Байкалом. И вот эта вот красота, сила и мощь этой природы озера сильно контрастирует с тем, что мы видим на берегу. Здесь живут около тысячи человек местных жителей, и вот такие советские постройки сочетаются с домами, сделанными в более позднее время, сообразным вкусом и капиталом владельцев. И сейчас это мало напоминает такую продвинутую туристическую зону, которая была бы достойна вот этих вот природных красот. Если уж мы с биологической точки зрения начали подходить, да, на Байкале охраняется все. Охраняется животный мир, растительность. Большая часть территории – это заповедники, заказники. Большая часть видах охраняемых – это эндемики, которые нигде в мире не встречаются, уникальные. Не охраняются только местные жители. Им нельзя ничего, нельзя косить сено, нельзя заготавливать дрова, нельзя ходить в лес, нельзя рыбачить, нельзя охотиться. Вот для местного жителя, у которого есть корова, куры, это в принципе, конечно, достаточно тяжелые условия. И поэтому сколько бы не запрещали рыбачить, те, у кого нет другого варианта прокормиться, а он все равно будет рыбачить. Сейчас все закрыто, потому что не сезон. А вообще рыба – это тут тоже одна из таких главных туристических историй, при том, что лов омуля здесь сейчас запрещен полностью, потому что у него такой называемый восстановительный период. При этом запрещен коммерческий лов, а на удочку ловить можно. Но интересно, что здесь про то, как все в России устроено. Заходишь, например, здесь в кафе, не буду его, конечно, называть, и там тебе говорят, вот у нас в меню рыба Субудай. Омуля нет, а вот попробуйте Субудай. Что за рыба Субудай? Мы так спросили друг друга, никто не знает. И потом уже там сидим, поболтали с официантом, он говорит, ну Субудай – это на самом деле омуля. Ну, просто мы не можем писать омуля, пишем Субудай. Как все в России работает. Так же, как отель. Вот знаете, когда прокуратура выписала предписание, они все закрылись. При этом, если вы приезжаете, ну так приезжаете, частым образом заходите, говорите, можно комната есть? Есть, да? Все работает. Обожаю, обожаю Россию за это. Как бы все очень серьезно, все запретили, но все есть. Что продаете, расскажите? Рыбу. А что это за рыбка? Рыбу. А какая это рыба? Я просто не понимаю. Дары Байкала называется. Дары Байкала? Да. Ну, что делать? Воровать только? Добраконьерничать, а что делать? Присклить честно. Вот парплата у меня, допустим, пенсия у меня 10-800, а парплата у меня 5-600 без света. Ну, как вы думаете? Вот на 4 тысячи у меня столько крупы есть. Вот если честно. Вот и сидишь на седьмом десятке вот на этом рынке. Что вы предлагаете тут туристу? Чем можете угостить? Ну, просто расскажите, что у вас тут есть. Ну, у нас первые, вторые блюда есть. Вот ухай с байкальской рыбой, например. Это национальное блюдо, которое мы можем предложить. Ухай с байкальской рыбой. То есть это какая рыба? Это омоль? Да. Пельмени домашние. Вот особенно иностранцы любят, что пельмени домашние. Вот позы как бы бурятские, позы, бузы. Вот они спрашивают, что это за блюдо. Как бы заканчивала факультет туризма. То есть у меня специализация по туризму, организация туристического туризма. Что нет, все равно листянка еще не тянет для такого как бы уровня, чтобы можно было выходить как в туристический городок. Мы сейчас здесь на берегу Байкала увидели туристов, которые жарят шашлыки. В принципе, здесь нельзя разводить огонь вообще. Сейчас попробуем поговорить с этими людьми и понять, откуда они, что они, понимают ли они, что они нарушают общий закон. А вы местные? Да, местные. То есть вы живете в Листвянке прямо? Рядом. Рядом, а где? Ну я не скажу, но рядом. В Иркутске? Да. Часто приезжаете сюда с такими пакетчиками? Ну в выходные, когда есть, да, приезжаем. Вам не подходит, когда вот здесь шашлыки жарите? Никто, нет. А мы же культурно сидим, мы в своей компании сидим отдыхаем. Просто хочу понять, здесь можно вообще это делать? Да, можно. Ну, пламени же у нас нету. А пламени нету, значит, можно. Да, ну, клею только аккуратно. Ну, в первую очередь, сами люди должны понимать, что это наследие Луенеска, где глубину дно можно увидеть 15 метров и самое чистое в мире озеро по запасу пресной воды. То есть как бы мы еще, наверное, все вместе взяты далеки. И опять же, иностранцы, приезжающие, ну, китайцы, у них же все просто, социальная система. На пенсию пошли, вот старики едут. И как в культуре, допустим, что нам чуждо, даже мы этого себе не позволяем. У них, по вере, в себе не держать. Если они срыгают, то они срыгают. Но для нас это дико. Китайцы для жителей Листвянки – это вообще отдельный разговор. В доковидные годы они приезжали сюда огромными группами, заполняли все пространства. Это было похоже на нашествие. Вместе с собой они привозили сюда свои китайские капиталы. Они основывали здесь отели, магазинчики. Женялись на русских девушках, и многие даже умудрялись получать российское гражданство. Правда, теперь большинство китайских отелей либо снесены, либо пустуют. А их владельцы переживают пандемию на родине. Нам говорили, что вот эта гостиница принадлежит китайцам. Хотя здесь так сходу и не поймешь, что это гостиница, потому что нет ни одной вывески. Но свет горит. И здесь явно принимают гостей. О, отлично. Здравствуйте. А мы фильм снимаем про Байкал. Хотели поговорить про… Ну, почему у нас? А почему? Актервации нет, мы не ехали. Много местного бизнеса китайского было, связанного с лесом, заготовкой древесины и экспортом в Китай. Потом торговля и прочее. Здесь они заработали на торговле, например, и на лесе. Построили нелегально отели, гостиницы, создали свои туристические компании, полулегальные, серые, по которым там проходило, например, одно количество туристов, а в реальности совсем другое было. То есть эту проблему решил, по крайней мере, временно коронавирус? Да. Но это временное решение, потому что законы не изменились. То есть вы предполагаете, что когда все ограничения снимут, граница откроется, то опять здесь будет… Наш местный турбизнес с ужасом думает о том, что это может повториться. Потому что вот сейчас на самом деле, когда нет вот этого потока полулегального из Поднебесной, у нас начал развиваться наш собственный внутренний туризм. Потому что у нас невозможно было сходить в музей, в Байкальский музей, в Листвянке. Там же очереди были, и не было ничего слышно. И также на всех объектах показы. Или Кругобайкальская железная дорога. Мы в Слюдянке. Это одна из узловых станций Транссибирской магистрали и конечная остановка Кругобайкальской железной дороги. Изначально Кругобайкалка была вшита в Транссибирскую магистраль, по ней перевозили пассажиров и грузы. Но в конце 50-х годов, когда здесь построили ГЭС, часть этой дороги ушла под воду. И Кругобайкалка стала такой самостоятельной железной дорогой, небольшой. И, собственно говоря, теперь ее используют только для туристов. Их возят на паровозах 53-го и 56-го годов вдоль живописных берегов Байкала. Нам, к сожалению, не удалось прокатиться по Кругобайкалке, но мы смогли попасть в депо и увидеть, как эти паровозы готовят к новому сезону. Удивительная штука – они до сих пор в прекрасном состоянии и разгоняются, при желании, до 110 км в час. Из электроники только освещение и радиостанция. Наверху стоят два турбогенератора, которые вырабатывают электрические энергии для освещения паровоза и для питания радиостанция. Больше электроники никакой. Маленечко, скорее всего, погрубее. Он идет не так плавно, как на электровозе, потому что у него паровые машины и поступательное движение поршней в паровых машинах. Тем самым легкое подергивание. Скалы, вода, с одной стороны, природа замечательная. Зимой ездим большое количество, летом как бы не видно. Козы, большая разновидность птиц. Первый запуск дороги был в 1905 году. Она действительно шла по кругу? Однопутный участок. Только вокруг юго-западной оконечности Байкала. От станции Слюдянка до станции Иркутской. Вы сколько лет живете в Слюдянке? Я в Слюдянке живу всю свою жизнь. Это около 60 лет. Я слышала, что во многих районах, которые находятся возле Байкала, есть проблема такая, что у людей просят сносить, требуют от них сносить жилье. Здесь есть такая проблема? Пока нет. Мы с этим боремся. Потому что все-таки антропогенные ландшафты, а именно населенные пункты, они выведены были изначально из природоохранных объектов. То есть как раз город Слюдянка, Байкаль, Скултук, крупные населенные пункты. И как, например, выселить, куда этих жителей, которые здесь живут испокон веков, здесь жили предки, дети родились, учатся и внуки уже бегают. У вас в прошлом году вышла статья под названием «В поисках выхода из байкальской правовой аномалии». В чем заключается аномалия? Дело в том, что законодательство о Байкале противоречит порой нашему обыкновенному законодательству, например, о муниципальных образованиях. А кто стороны конфликта в данном случае? С одной стороны, органы местного самоуправления. Конфликт между местным самоуправлением, регионом, местным населением и федеральным центром, который не выполняет свои обязательства по урегулированию, наведению порядка в законодательной базе. По поводу границ муниципалитетов и границ национального парка вы уже поняли, что это важная история, потому что это вопрос о том, кто за что отвечает. Когда на одной территории два хозяина, это сразу же создаёт хаос. Многие гостиницы, предприниматели жалуются на то, что они строились на территории муниципалитета, а теперь они оказались на территории национального парка со всеми вытекающими. Интересно, что эта проблема давно обсуждается. Например, в 2017 году Путин тогда был в Улан-Удэ, проводил там совещание по развитию байкальских территорий и дал поручение правительствам Иркутской области и Бурятии обеспечить установление границ населённых территорий, муниципалитетов на особо охраняемых природных территориях по фактической застройке. То есть это выглядело спасительным решением. Вот у нас есть то, что уже построено, мы по этим зданиям проводим границу, а больше ничего не строим. Ну так по логике кажется. Не работает. Ничему не помогло это поручение. Там сейчас формируется такой глухой протест. Я всегда буду против. Вот так всё. Они против всех. Они раздражаются от всего, потому что им обещают защиту какую-то. Приезжают разные политики, говорят – да, 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 мы понимаем вашу проблему, будем стараться и прочее, прочее. И ничего не происходит. Я слышал, что когда было голосование по поправкам в Конституцию… – Они проголосовали против. – На Ольхоне большинство было против. Это проявление вот такого. Не просто против. Они показали, может быть, один из худших результатов по стране. Это проявление их несогласия с той политикой, которая в отношении них действует. Путин обещал построить дорогу, асфальтированную непосредственно на Ольхоне. Там, по-моему, 34 километра от переправы до Хужира – основного населённого пункта Ольхона. Там тоже анекдотичная история с этой дорогой. Мы сейчас на Ольхоне едем по знаменитой путинской дороге. Но, точнее сказать, она знаменита тем, что её нет. Вы видите, что это грунтовка. И в 2017 году была очередная прямая линия Путина, и местные жители попросили у него дорогу. Дорога от парома до Хужира отвратительная. Считайте, что её нету. Путин дал поручение эту дорогу построить. Как видите, дороги нету до сих пор. Прошло четыре года. И вот Левченко было дано такое задание. Левченко ничего считать не стал, потому что он вообще неохотно занимался теми проектами, в которых у него не было собственного интереса. Как-то развивать враждебное государство единорусов, вертикали власти – это было вообще не в его планах. Поэтому он со всей коммунистической ненавистью объяснил потом Путину на очередном совещании, что дорогу построить невозможно, потому что это территория нацпарка, и по закону нельзя там строить асфальтовые дороги. Но дорогу начали строить с прошлого года. Они отрезок взяли пять километров, мы подписали с ними все документы необходимые, сделали заключение, потому что там по предыдущему… То есть она появится? Да. Видите надпись «Свободу Копылову»? Копылов – это бывший глава Ольхонского района. Как вы знаете, у глав небольших административных образований, у мэров в России вообще жизнь довольно стрёмная, потому что их часто сажают. А здесь, на Байкале, после того, как началась вот эта волна прокурорского внимания и борьбы за экологию, стала совсем жёстко, Копылов не поверится виноват в том, что построил дорогу. Тут все над этим смеются. Ну как построил? Он разрешил компании, которая её ремонтировала, брать гравий. А это же национальный парк, сразу прокуратура, суд. Реальный срок – три года ему дали. Жители Копылова очень поддерживают здесь, они выходили в пикеты на митинги, он такой местный фургал. Ничего не помогло, всё равно его закрыли. Правда, потом досрочно освободили. В конце 20-го года он вышел на свободу, но он тут совсем не единственный, далеко не единственный глава, который под следствием этой уголовкой. Григорий Агдонов – бывший глава посёлка Хужир. Правильно? С Григорием тут связана одна из первых историй прокурорского реагирования. Скажем так, вот это, как это называется? Это склад временного хранения. Да, потому что на Байкале нельзя хранить мусор, но нельзя создавать свалки сейчас. Предполагается, что мусор тут хранится, пока нет ни льда, ни навигации. Вот как сейчас, вот это время как раз. А потом это всё перевозится на материк? Всё вывозится. А раньше тут были свалки? Вот эта вся территория, вся свалка. 12 гектаров. И бытность ваша угловой. Вы решили эту свалку убрать? Мы убрали все свалки со всех населённых пунктов. А это чье было решение убирать свалки? Наше решение. То есть это не область решала, не федеральный центр? Нет, конечно. Мы сами хотели для того, чтобы всё это было чисто, прибрасывать. Но вам же было на ликвидацию свалки выделено 17 миллионов рублей из федерального бюджета. И их не хватило. Давайте начнём с того, что мусором не так в области много компаний занимается, поэтому они на слуху. Я в первую очередь обратился к две компании. И ценник был от 33 миллионов. 35-45 миллионов. Одна компания сказала 35, вторая – 45. То есть вы стали своими силами фактически это делать с помощью местных бизнесменов. А собственно мусор убирали, ходили местные жители. Местные жители и всё оплатили за это. Всё оплатили. Понятно. Один из предпринимателей продал квартиру для того, чтобы всё это дело убрать. А арестовали вас? Объясните, почему? Они думали, что я деньги уже получил. И вас обвинили в нецелевом использовании? Нет, меня обвинили в том, что я исказил цифры. И здесь не было 12 гектаров и не было 60 тысяч кубов. Вот и всё. И сколько вы в СИЗО провели? Два месяца в СИЗО и 8 месяцев о домашнем аресту. Ну, с мусором, скажем так, проблема не скажу, что решена. Вот склад временного хранения, его надо обновлять. Он так себе выглядит, честно вам скажу. А это за чей счет строился склад? Была такая программа народной инициативы. То есть часть суммы выделяет федеральный бюджет, а часть как раз местные. Местные предприниматели. 420 тысяч – это выделено областью, в Иркутской области. Остальные тысячи, наверное, 350 собрали местные. Из-за того, что у него нет крыши, он развалился, вот это всё ветром, видимо, и разносит. Я так понимаю, что там Байкал, очень сильные ветра здесь дуют. Это нам сейчас повезло, штиль. А вообще дует ветер, и всё это... Две недели назад мы проходили здесь, полностью всё убирали. Две недели прошло, да. Собрали, скинули. А мусороперерабатывающих-то нет. Вот они завезли к лесу, скинули туда, ветер разнёс. Понимаете, это должна быть система по сбору и переработке. Это же всё затратное, понимаете. Это весь мусор, всё это затратное. Мы только что пересекли границу города Байкальск и буквально остановились на дороге, прошли чуть-чуть в лесок. И здесь, я так понимаю, большая свалка. Да. Что это за территория? Я смотрю, здесь бытовой мусор. Смотри, вот, как известно, был большой комбинат БЦБК, Байкальский судозно-бумажный комбинат. Его отходы сбрасывались в так называемые карты-накопители. Их 12 штук. Вот одна из этих карт, она заполнялась бытовым строительным мусором. И вот последствия вот этой свалки мы видим сейчас, на сегодняшний день. Здесь накоплено примерно миллион кубометров. Вот на этой территории, которая находится вокруг Байкала, вообще разрешены свалки? На сегодняшний день нет. То есть свалок быть вообще не должно? Мусор должен вывозиться в другие города? Да. То есть вот такой картины быть не должно? Мало того, сейчас выбран подрядчик, который должен утилизировать отходы БЦБК. Советское правительство построило Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в 60-е годы. Здесь планировалось производить беленую целлюлозу для военного авиастроения. Для производства этого продукта требовалось огромное количество пресной чистой воды, поэтому Байкал оказался идеальной точкой. Хотя уже тогда, в 60-е годы, против строительства этого комбината выступали ведущие ученые страны, например, академик Петр Капица. Но, тем не менее, завод запустили, и работал он до 2013 года, пока его не закрыли по приказу президента. Но закрыть это огромное предприятие было мало. Требовалась сложная и дорогостоящая консервация, которой не случилось до сих пор. Как мы полагаем, что его закрыли просто, ну, грубо говоря, взяли ключ, выключили и ушли. То есть не была предварительно проведена какая-то консервация, потому что когда это все начали хоретично разбирать, распиливать, стали все это сливать в эти карты, которые мы уже смотрели, хотя по-хорошему эти сети были заполнены вот этими разными токсичными веществами. То есть это не было никуда не вывезено, это просто брошено на месте, и все, как по сиденью, так и осталось. При работающем комбинате работающих очистных сооружениях ситуация была лучше. Почему? Потому что из подземных горизонтов выкачивали загрязненную воду и отправляли на очистные сооружения. Из ливневых стоков тоже все собирали на очистные сооружения. А здесь накоплено 6,2 миллиона кубов. Так эти 6,2 миллиона кубов, они нависают над Байкалом. Весной и в начале лета пойдут паводки и сели, что они не разрушат эти полигоны, и вот эти 6 миллионов кубов одноразово в один-два дня выбросятся в Байкал. Вот это самое ужасное перспективное. Вот это катастрофа, которая... Ну, то, что она мирового класса, это... В Байкальске объявили режим ЧС. Карты накопителей БЦБК могут переполниться. Талые воды угрожают затопить емкости комбината. Что нужно делать здесь с отходами? И какие отходы попадают в эти очистные сооружения? Ну, отходы там... Ну, можно по-русски называть говновозки, да? Которые откачивают с каких-то там домов. Они должны приезжать сюда, сбрасывать на очистные. То есть в очистных должна происходить очистка. И это уже, скажем так, последняя стадия очистки. То есть здесь вода уже должна быть чистая. Она потом уходит в грунт. Дальше, ну, наверное, метров 50-100 там речка. Из этой речки она потом дальше должна уходить в Байкал. В Байкал. Ну, а здесь по запаху и по виду видно, что она здесь не очищенная до конца. А это типичные очистные. Сколько таких очистных сооружений? Да где Маломальский большой населенный пункт? Ну, более-менее, они везде такие. Скажи, а с бурятской стороны ситуация сильно отличается от того, что со стороны Иркутской области? Смотря в чем. Там очень много денег вкладывают в инфраструктуру. То есть там красивые морские порты, там прекрасный маяк, там потрясающий заповедник в Танхое, где тоже вот эти все деревянные тропы, экскурсии, визит-центр с потрясающим музеем про Байкал. Ну, то есть ты на самом деле впечатляешься. Там дороги хорошие, когда вот ехать до Усть-Баргузина. Ну, то есть прямо можно спокойно ехать. Это не вот здесь по дороге на Альфон, когда ты на каждой кочке подпрыгиваешь. С этой стороны они довольно много вкладывают в инфраструктуру, но все говорят о том, что там довольно низкий сервис. То есть у нас-то здесь не самый он высокий, но тем не менее ему уделяют большое внимание. Там он очень особенный, специфический такой по-бурятски войский сервис. Очень национально колоритный. Мы в Бурятии, а это восточное побережье Байкала. Это поселок Турка. Интересно тем, что в 2007 году здесь решили сделать большой туристический городок, и Турка вошел в особую экономическую зону. Самое главное, что позволяет этот статус, это строить прибрежные отели официально и законно. Но прошло 14 лет, и мы видим отстроенную набережную, маяк, порт для туристических катеров и ни одного отеля. Инвесторы сюда так и не пришли, хотя руководство этого проекта до сих пор надеется, что все можно исправить. Нам в бытность главы района Семенова Сергея Александровича, он говорил, ребята, влаживайте деньги, строитесь, мы создали проекты, много, очень много проектов. Но там требовались десятиэтажные гостиницы, шестиэтажные, вычурные, красивые, чтобы уставной капитал был не менее 100 миллионов. Мы им объясняем, ну давайте хотя бы 10 миллионов сделаем уставной капитал. Мы местные, мы здесь будем строить, да, по вашим проектам, будем согласовывать. Мы разовьем эту зону, потихоньку, помаленьку мы разовьем, за 5-6 лет построимся. Ну а ты что, 100 миллионов, зачем вы нам это мелко, что вы у нас так говорите? Придут компании с триллионами рублей. Но до сих пор ничего этого нет. Вы ощутили какую-то разницу, когда возникла вот эта особая экономическая зона? Очень возникла. Ну конечно, конечно. Была такая надежда, что здесь люди заживут. Не знаю как. Во-первых, собирали людей местных по обучению, чтобы кто пойдёт работать гувернантами, кто там ещё, ну а уже, чтобы обучались люди, думали, здесь будет. Ну вот до сих пор, как говорится, улучшений никаких не произошло. Да. Да, вот вы представляете, вот этот весь околудок у нас, все улицы, вот эти, они постоянно в темноте. Света нет. Света на улице. Как так может быть? Ведь у вас тут такая... Да, экономическая зона. У нас свет только горит около магазина. Сейчас посёлок живёт на 50% хуже, как жил при леспромхозе. Леспромхоз здесь был в советское время? Да, в советское время. Он начинал процветать, строились дома, для молодёжи была работа. Но когда началась вот эта перестройка, убрали леспромхозы и стал, посёлок стал помаленечку, помаленечку утухать. Предприниматели, которые взяли этот лес после нас, который мы рубили, который мы создавали для жизни, для государства давали деньги, всё зарабатывали, предприниматели взяли, они стали только на себя работать. Вырубать запретили. Сейчас за 80 километров, сейчас уже некоторые и дальше зашли. Но потом же у нас ещё были очень большие пожары. Просто несколько лет горел лес. Засуха была, уровень Байкала уменьшился. Речки некоторые маленькие повысыхали. Ну, получается, рыбачить нельзя, лес нельзя. А чем же занимается в Бургазине? Ну, туризм, ну, туризм как... Представляете, это вот два месяца в году. Ну, сейчас зимние как бы немножко начали развивать. Ну, для зимнего ведь надо очень большие вложения тоже. А так, кто как? Кто едет на заработки куда-то в другие регионы, в другие места? Ну, это тоже же ведь и семьи разрушаются. По два, по три месяца не бывать дома, но это тоже не есть хорошо. В Бургазинском заповеднике есть две деревни. И в этих деревнях, например, люди, которые там живут, они, соответственно, предоставляют какие-то услуги. Ну, они не сертифицированы. Они как бы... Ну, это всё понятно. Какой надзорный орган стоит на страже? Очень много разных надзорных органов. Иногда есть такая фраза. В России легче попросить прощения, чем получить разрешение. И поэтому... Ну, самое, наверное, это природоохранная прокуратура, которая... Вот так же, как в Иркутской области, она точно так же действует и на Бурятском берегу. Да, 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 конечно. Давайте поговорим про люксовый отдых. Да. Что он из себя здесь представляет на Бурятском берегу? Единственный пятизвёздочный отель. И он действительно пятизвёздочный? Он действительно пятизвёздочный, он становился лучшим в мире в категории, по-моему, лаунж-отелей на протяжении 4-5 лет. Сколько там стоит ночь? Ну, больше миллиона рублей. В смысле? День? Да, сутки. Сутки, день, я уже запутался. Сутки, сутки. Больше миллиона рублей? Больше миллиона рублей. Я убежал от всех, чтобы можно было заниматься творчеством там. Но прокуратура вас и там нагнала? Нагнала, потому что там удобная бухта, и я так понимаю, что там будут в дальнейшем... Они что делают вот сейчас получается? Особо охраняемая природная территория. Значит, вы можете, вы миллиардер, вы можете взять на этой территории в аренду какой-то кусок земли. Ну, допустим, там на 49 лет. И дальше, значит, построить там отель. Ну, какие-то они условия там предъявят. Через 49 лет явно, что всё в этой стране изменится. Вообще разговоры были и в правительстве, и много кто где выступал из больших людей. И они говорили о том, что да, что там понастроили эти фавеллы. Их пора уже давно сносить, и нужно строить. Здесь хорошие отели, как в Майами. Мы же тоже далеко не дураки. Все читаем книги, смотрим телевизор, интернет. И понимаем, что 200 процентов, я лично сам уверен, что есть определённо заинтересованные лица. Красивое место, классное место. По поводу интересантов. Местные в полголоса называют две фамилии. Говорят, что это может быть Олег Дерипаска, потому что компания «Н-Плюс», где он до последнего времени был главным акционером, много что принадлежит в Иркутской области и в сфере алюминия, и в сфере энергетики. И сейчас говорят, что Дерипаска заходит в туризм, и поэтому на него думают. И другая фамилия, которую здесь тоже в полголоса называют, это Артём Чайка, сын бывшего генерального прокурора. Но вот когда прокурора сняли, вы знаете, что прокурор сейчас новый, все тут так «М? Интересно? Может что-то изменится? Какая-то ситуация другая будет? Ветер новый подует?» Нет, пока ничего не поменялось. Так что в целом, вот этот загадочный интересант, это тот, чьё имя нельзя упоминать. Но не потому нельзя, что это такой страшный Волан-де-Морт, а потому что просто никто не знает, кто это. Если всё-таки здесь не удастся вам ничего отстоять, вы что будете дальше делать? Вы останетесь в Иркутске и уедете куда-то? Какие мысли? Да я найду, что делать. Была бы шея, хомут найдётся. Я найду, что делать. Но я буду отстаивать до конца любыми методами. Все суды уже прошли до последней инстанции. Завтра решится вопрос, что это не национальный парк. То есть, грубо говоря, есть смысл просто ждать. Ветер в Москве. Почему? Не ждать, а бороться. Не ждать. Мы намерены здесь жить. Останемся. Не будете сносить, как предписано? Не, а так-то сносить. Пусть они сначала вложат то, что мы вложили, потом сносить. Как так сносить-то? Это всё, что у нас есть. У вас нет другого жилья? Нету. Меня люди спрашивают, что до выборов, говорят. А потом у нас всё. А мне кажется, что у них всё хорошо будет. Потому что здесь такая яркая по картинке история. Представляете, их будут выселять, дом будут сносить. У нас власти не любят такую картинку. Поэтому я думаю, что конкретно от них отъедут, мое мнение. Если мы говорим ольхон – сердце Байкала, а здесь сердце и сердец, скажем так. Вот это скалы называются Шаманка. Да, двувершинная скала Шаманка. У нас даже были обряды такие, чтобы притязание того же Национального парка, прокуратуры, силовых структур сошло на нет. Потому что мы же здесь живём, родились, выросли. И бывают такие моменты, когда хочешь делать обряд. Например, обряд сожжения человека. Когда покойник умер, у нас стариков сжигают. То есть мой отец сразу сказал, что я умру, меня сожгайтесь. В смысле это не в крематоре, это в погребальный костёр? А это можно так делать? Вывозим в лес, находим место, сжигаем. Это испокон веков делалось, поэтому просим разрешения Национального парка. Всё окапываем, в зависимости от какое время года. И очень сложно в последнее время такой обряд провести. Но вот, говорят, здесь природа, Национальный парк, поэтому нужно его защищать природу. Кого не защищают? Себе в карман? Их святой Байкал всех несёт, это точно. Наплывьте мне в глаза. То есть Байкал – это серьёзные силы? Он серьёзный, я ему очень верю. Он моих детей всех выкормил, всё, и я им благодарна. И вот жадные здесь не приживаются? Не приживаются. Местные верят в то, что здесь, в каждом камушке, в каждом бережку, в каждом мысике сидит какой-то дух. И если мы не будем тут себя аккуратно вести, то на нас, на всех снизойдёт кара. Дух не травит на нас природоохранную прокуратуру. На данный момент он именно так и делает. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Я так и не сделал для себя окончательного вывода, есть ли у этой истории какой-то единый бенефициар и единый интересант у истории с этим глобальным переделом здесь на берегах Байкала. Может быть, его и нет, может быть, это какая-то совокупность интересов влиятельных игроков, которые как в покере сидят, делают ходы, смотрят, какая сложится комбинация, где можно извлечь прибыль, на какой поток можно сесть, где можно какую-нибудь тему открыть. И это такая игра в долгую. Очень может быть. Похоже на это. И по большому счёту это не так принципиально. Для меня в этой истории вообще нету однозначно плохих и хороших, чёрного и белого. Потому что понятно, что в конечном итоге развитие этой территории, вкладывание в неё денег – это в плюс нам всем и самой этой прекрасной земле, и туристам, которые будут приезжать сюда и будут здесь жить. Вопрос, как мне кажется, здесь не в этом. И проблема не в этом. А в том, что люди, которые сейчас оказались в ситуации, что им говорят «выезжайте отсюда, вы здесь незаконны», чувствуют несправедливость. Потому что у них же на руках документы с гербами, с печатями, с подписями. Им государство дало право на эту землю и на эти строения. Да, возможно, в 90-е, 2000-е, мы всё понимаем, государство ошиблось. Сделано было неправильно. Но так если государство ошиблось, то логично, чтобы государство же и предложило какой-то вариант. Но мы здесь ни от кого не слышали, что кому-то, как помните, в Сочи перед Олимпиадой, предлагали бы компенсации, предлагали бы выкупить у них землю или строение, чтобы люди переехали с деньгами. Нет, ничего такого. Просто вставайте и выметайтесь. И люди, конечно, возмущаются. Люди начинают проявлять недовольство. Люди уходят в оппозицию. И этого здесь тоже много. Так что эта часть истории, она не про Байкал. Она про справедливость. А что касается Байкала, то сюда, если вы здесь не были, однозначно надо приехать, потому что здесь совершенно невероятная энергетика, невероятные ощущения, невероятные виды. Когда будете ехать, кстати, будьте готовы к тому, что инфраструктура не очень, будет некоторое количество бытовых проблем, которые, однако, на мой взгляд, с лихвой искупаются тем, что вы здесь видите и ощущаете. Да, только, пожалуйста, когда будете планировать поездку, имейте в виду, что здесь национальный парк, что здесь нужно смотреть, но не оставлять следов. И уж, разумеется, не оставлять никакого мусора. И ничего желательно руками не трогать. Потому что это Байкал. Это место силы. Наше общее место силы. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok